Привет, друзья! Хочу поделиться с вами одной занимательной новостью. Британские ученые выяснили, что голос Мамедыча благотворно влияет на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма. Но это не точно. Но все равно настоятельно рекомендую вам надеть наушники, потому что этот выпуск будет в формате ASMR. Это будет ASMR-операция на мандаринке. Ну что, поехали! Итак, для начала нам нужно, конечно, одеться. Мне нравятся эти тканевые шапочки. Очень хорошо. И масочки. Скоро наступает пора эпидемии гриппа, поэтому обязательно носите масочки. И как же нам обойтись без латексных изделий? Конечно, латексные изделия – это основа работы хирурга. По-моему, это мой размерчик. Очень важно, чтобы был правильный размерчик. Грядет пора новогодних праздников, поэтому нужно скорее спасать нашу мандаринку. Итак, возьмем мой любимый микрохирургический пинцетик и острейшие ножницы из маникюрного набора. Разрезик мы будем делать строго по линии, проходящей медиально к центру сердцевины мандарина. Руки трясутся. Я думаю, вы так же нервничаете, как и я сейчас. Вот уже проступила мандариновая кровь. Переживаний еще больше, чем на настоящей операции. Я надеюсь, мы с этим справимся. Сейчас мы возьмем второй пинцетик и посмотрим, что у нас внутри. Ох, это сердцевина мандарина. Мандариновая мякоть. Сейчас я думаю, что самое время выявить наиболее близкие, похожие на патологические участки в мандарине и забрать их на гистологическое исследование. Возьмем пинцет, подходящий для биопсии. Да, кровь мандарина. Наверняка очень вкусная. Надеюсь, у нас не будет большого мандаринового кровотечения. Трудно поддаются биопсии ткань мандарина. Поэтому мы можем использовать... К сожалению, у нас нет коагуляции. Но мы можем использовать наши любимые маникюрные ножницы. Сделаем два надреза. Отправляем кусочки мандарина на экстренную цитологию. Ну, я думаю, что мы дождемся завершения гистологического исследования. А пока можем ушивать рану. Ушивать рану мы будем иголочкой. Довольно-таки тоненькой. Четыре нуля. Хорошая иголочка. Для нее нам понадобится иглодержатель. Микрохирургический у нас в наличии. Я думаю, что и мы справимся. Думаю, что такой длины нам хватит. Поэтому отрезаем лишнее. Мандаринка и другие фрукты и овощи очень хорошо подходят для тренировок, для начинающих хирургов. Ну что, самое время зажить нашу мандаринку. Начинаем с конца. Руки трясутся, вы видите. Но не потому, что мы снимаем этот ролик во время длительных праздников. А потому, что я действительно переживаю за нашу мандаринку. Надеюсь, вы меня за это простите. Вот этот пинцет не очень подходит. Но попробуем. Первый узелок очень важный. Осторожно с ниточкой. Это монофиламентная ниточка. Которая используется в настоящей хирургии. Для шитья, например, сосудов. Отрезаем лишний кончик. А продолжать мы будем обвивным швом. Убираем лишние сраны. Сегодня у меня нет помощников, поэтому будем справляться одни. Так. Делаем. Простой обвивной шов. Так как мы не касаемся иголочки руками, этот шов называется аподактильным. Немножко поможем рукой. И продолжаем. Делаем мы все это без наркоза. Надеюсь, мандаринка нас простит за это. Вот мы уже близимся к половине шва. Довольно-таки сложно без ассистента справляться. Но все же. Опа. Я думаю, что сейчас и у вас наступает мандариновое новогоднее настроение. Пока у нас все идет гладко, но хирурги суеверные люди, которые боятся сглазить что-то. Поэтому дождемся окончания шва. Я думаю, что следующий шовчик будет последний. Поэтому пока затянем все, что мы сделали до этого. Замечательно. Замечательно. Я очень доволен тем, как проходит наша операция. за исключением небольшого тремора, связанного с волнением, потому что подписчиков на нашем канале становится еще больше. Так, последний штрих. Нам нужно завязать и сделать последний узелок. Для этого я использую все-таки руку, потому что пинцеты не очень пригодна для этого. Затягиваем все аккуратненько и тщательно. и последний шовчик. Так как по стандартам сколько нулей, а у нас четыре нуля, столько узелков. Итак, мы спасли нашу мандаринку, наложив довольно-таки красивый эстетичный шовчик. Ну, а я думаю, что биоритмы и все жизненно важные системы в твоем организме пришли в норму, так как ты прослушал мой лечебный голос. Если тебе понравилось это видео, ты хочешь больше видео в формате ASMR, обязательно напиши это в комментариях. Ну, а с тобой был всегда любящий своих подписчиков Мамедыч. С любовью подписывайтесь на канал, ставьте сердечки. Искренне люблю и целую вас. Пока.